О том, что Сочи – город без барьеров, этим людям приходится доказывать ежедневно. Вот и визит сюда на эту встречу – повод сказать обществу спасибо за понимание и неравнодушие. И еще раз восхититься городом. Он уже на уровне европейского. И что сделано здесь очень много, никто не может отрицать. Ну что еще? Стараемся как-то шагать в ногу с жизнью. Хотя трудностей много. Стараемся преодолевать. А сами люди разногрупп инвалидности всегда полны оптимизма и отличаются какой-то невероятной силой воли. Спасают себя, помогают другим, объединяются в районные общества. Мы много чем занимаемся, но основные последние годы, основное мы сосредоточились на досуге. Мы выезжаем на природу, на экскурсии, на шашлыки ездим на речку. Занимаемся такими бытовыми делами. Посетили почти все хоккейные матчи. Там у нас по 100 человек на каждый матч посещают. Ходим на концертные программы. Ну вот последние годы мы больше склонны вот к этому занять. В Сочи проживает 35 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья и тысячи детей-инвалидов. От имени главы курорта Анатолия Пахомова поприветствовала собравшихся Наталья Гончарова, исполняющая обязанности заместителя главы города. Самых активных общественников сегодня наградили благодарственными письмами главы Сочи. Мне хочется поприветствовать всех тех, кто неравнодушен, всех тех, кто помогает менять ментальность жителей нашего города. Для того, чтобы мы стали приветливые, гостеприимные, открытые, добрые люди. Менять отношения сочинцев к людям с инвалидностью помогают и средства массовой информации. В частности, нашей телекомпании за полтора месяца сделано более 50 материалов на тему безбарьерная среда. За что сегодня генеральному директору телекомпании ФКТ Олегу Бурунину вручили благодарственное письмо главы города Сочи. Мы и впредь будем знакомить сочинцев с людьми, на чью долю выпали испытания. Об этих преодолениях в нашем эфире сюжеты и фильмы, подготовленные не только корреспондентами, видеооператорами, инженерами монтажа, но и самой жизнью. Елена Всецнадима, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.